13 раз боевики атаковали позиции объединенных сил на Донбассе, стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Было неспокойно возле 10 населенных пунктов, в том числе в районе Крымского, Красногоровки, Широкиного и Авдеевки. Подробнее Игорь Левенок. Сейчас они вверх, хорошо. Могут жахнуть. Могут. Армейский внедорожник мчится вдоль линии соприкосновения. Окраины Авдеевки. Здесь скорость, это жизнь. Глаза противника в соседней лесопосадке. Стоит замедлиться, и машина превращается в отличную мишень. Проскочили. Нулевая позиция армейцев. Бойцы в окопах у пулеметов. Обстрел может начаться в любую минуту. Одного разу они больше работают по вечерах. Другого разу, может, в день. Неочековано. Они четко знают, когда летают беспилотники АБСЕ. В эти моменты они не работают никуда. Как будто им надают информацию. Нет тут никакого перемирия. Заезжают, танки ездят. А тут вот каждое утро, вон там дефильтровально, а там карьерец. Там слышно, как заводится танк, как уезжает, как гусеницы тарахтят. Танки у них тут. Алексей Мачанкаладзе, позывной грузин. Уехал из Абхазии, которую оккупировали российские войска. С 94-го года живет в Харькове. В украинскую армию пошел добровольцем. Говорит, с общим врагом имеет давние счеты. Ну, пришлось идти воевать. Там же тоже воевали. У меня там братья, сестры. Два брата у меня воевали, когда в Грузии, в Абхазии была война. Один брат у меня инвалид. Нету двух ног. А младший брат Алексея Георгий в соседнем окопе. Пулеметчик. Говорит, так уж принято у грузин. Защищать родину идут все мужчины в семье, которые могут воевать. Друг за другом стоим и все равно будем стоять до последнего. А контракты подписали на сколько? Я на три года. Брат тоже на три. На днях Алексей заметил вражескую разведгруппу. Наемники пытались подобраться к украинской позиции. Георгий открыл огонь. Боевикам не поздоровилось. Они вышли, два человека. Но никто не заметил, что еще третий сидел там наверху. В верхней посадке он сидел. Эти два вышли, но там еще группа сидела. Я как раз был, ну тут на глазах увидел. Нанесли огневый удар, тело упало. И как два человека, два, две люди тянули этого третьего за собой. Из Донецкой области Игорь Ревенок, Дмитрий Раскольников, Игорь Щепет, подробности, телеканал Интер.